шалом в предыдущей программе мы говорили о том что значит свидетельствовать и почему это важно шивот имеет к этим вопросам как мы выяснили самое прямое отношение потому что именно в праздник шивот произошло одно важное событие о котором говорится во второй главе книги деяний апостолов я имею ввиду сошествие святого духа о котором мишуа сказал так вы примите силу когда сойдет на вас дух святой и будете мне свидетелями мы также говорили о том что призвание свидетельствовать это не изобретение христианской церкви а изначальное призвание народа израиля который бог никогда не отменял потому что как сказал раф шауль апостол павел дары и призвание божие не приложены то есть не подлежат отменим услышав слова сказано еще будете моими свидетелями ученики вполне могли вспомнить некоторые слова сказанные за много лет до этого пророком и шаяху через которого в русской транскрипции это исайя через которую господь израилю сказал следующие слова а мои свидетели говорит господь вы и раб мой которого я избрал чтобы вы знали и верили мне и разумели что это я прежде меня не было бога и после меня не будет следующий вопрос который я хотел бы обсудить в этой связи такой если призвание свидетельствовать это не что-то новое для израиля то было ли вот в этом происшествии всхождение духа на праздник шивот в тот год когда ешу умер и воскрес были в этом происшествии что-то принципиально новое вообще или же может быть сошествие духа это просто так сказать очередная перезагрузка системы этакий апдейт если говорить современным компьютерным языком или языком смартфонов да то есть например если у вас есть установлены определенные программы на компьютере или на вашем смартфоне то время от времени выходит так называемый апдейт то есть обновленная версия уже существующей и всем хорошо известной программы вот и нужно эту новую версию обновленную версию загрузить на устройство так вот может быть в юрусалиме в тот раз когда праздновали праздник шивот как раз таки вышел такой апдейт всей этой истории со свидетельством с призванием израиля быть свидетелем о боге ну и вот вышел такой апдейт вот и чисто для порядка установили его всем давно дело в принципе известное и кто не хочет пожалуйста не надо можно и на старой версии преспокойно работать но просто стремно как говорится со старой версии дальше жить вот поэтому чисто для порядка устанавливаем новую насколько я вижу все на самом деле обстоит немножко иначе то есть сошествие святого духа это нечто принципиально новое они обновление старого хорошо забытого это не значит конечно же святой дух впервые вышел на сцену вообще лишь книги деяний апостолов конечно же мы видим его действие в танахе где о нем говорится в основном как о духе божьем или духе господнем духе господа но все-таки есть существенная разница между его действием там и в новом завете и особенно в книге деятельности апостолов в описании деятельности апостолов в книге деяний в чем же эта разница заключается значит а если мы смотрим с вами танах то мы увидим например в псалме царь давид говорит духа твоего святого не отними от меня несомненно то есть отсюда следует какой вывод давид понимает что на нем как на царе израиля то есть на лидере народа божьего есть святой дух почему собственно царь назывался помазанником господним и то же самое конечно же можно было бы сказать и о моисея и о других пророках танаха и не все они между прочим были царями помазники не все были царями священниками или пророками например а самый первый человек от которым тара открыто на открытым текстом говорит что он был исполнен духом божьим это веселил или на иврите бецалель именем которого в иерусалиме названа и улица и академия искусств бецалель не был автором богословского труда как мы с вами знаем из старые зато он умел работать хорошо руками он умел работать с драгоценными металлами и камнями а также с деревом одним словом его руки были тем концом вставлены и это было по всей вероятности не просто природный дар но дополнительная особая способность непосредственно от бога поскольку именно он господь назначил бецалеля ответственным за изготовление очень многих важных деталей мешкана то есть скини это самое древнее жилище божье в израиле такая палатка обратите внимание пока мы не доходим до книги деяний апостолов мы говорим о святом духе всегда только в связи с какими-то конкретными людьми которых собственно сам господь бог выделяет из общей массы народа израиля то есть проявление духа в жизни рядового еврея а не были чем-то будничным и само собой разумеющимся а второе есть одно место которое иллюстрирует это очень ясно моисей вышел и сказал народу слова господни собрал 70 мужей из старейшин народа и поставил их около скини и сошел господь в облаке и говорил с ним и взял от духа который на нем на моисея и дал 70 мужам старейшинам и когда почил на них дух они стали пророчествовать но потом перестали двое из мужей остались оставались простите в стане одному имя элдад а другому имя модат но и на них почил дух и они пророчествовали в стане и прибежал отрок и донес моисею и сказал эльдад и модат пророчествуют в стане ответ на это иисус сыновин служитель моисея один из избранных его сказал господин мой моисей запретим но моисей сказал ему не ревнуешь ли ты за меня а если бы все в народе господнем были пророками когда бы господь послал духа своего на них сюда очевидны три вещи первое что сошествие святого духа или здесь он называется святым духом а просто духом сошествие духа проявлялась через пророческий дар люди на которых сошел дух божий дух святой дух господень начинали пророчествовать той ситуации второе дух давался не всем израильтянам а лишь некоторым данном случае это были 70 старейшим и третье моисей человек божий очень желал чтобы эта ситуация поменялась чтобы все израильтяне были пророками исполненными духа божьего и о том же сам говорил много лет спустя другой человек по имени йоэль именно его слова цитирует в своей речи кефа или петр йоэль это в русской библии и аиль предсказывает о том что будет в так называемые последние дни излит духа моего на всякую плоть то есть на всех людей и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши старцам вашим будут сниться сны а юноши ваши будут видеть видение и также на рабов и на в те дни и залью от духа моего это если так можно выразиться неслыханная демократизация обладание духом то есть в последние дни что это такое можно отдельно об этом поговорить так или иначе будет такой период времени который называется последние дни и в это время дух будет излит не на 70 человек не на 700 и не на 7000 но он будет излит на все человечество на всех людей и в этом и состоит коренное отличие последнего времени которое началось с праздника с того самого праздника шавуот благая весть и шуме кстати заключалась именно в этом после того как я хана набросили в темницу и шо пришел в галиль то есть в галилею возвещая добрую весть от бога чем заключается весть давайте послушаем время пришло царство божье близко и заключена как здесь мы с вами можем увидеть в двух коротких фразах первое время пришло буквально перевод с греческого это исполнился срок и 2 царство божье близко а царство божьем у нас если господь позволит как-нибудь будет отдельный разговор тем очень важная и интересная но первая фраза говорит нам о том что время не просто тащится себе так никуда не спеша и ничего нового под солнцем нет типа вот это к колесо времени что было то и будет еще сказал ничего подобного он говорит апостолам что у бога есть времена и сроки и некоторые из них нам знать не дано такие например как время восстановления садимодержавия в израиле то о чем был вопрос апостолов но другие сроки мы просто обязаны знать и поэтому еще возвещает исполнился срок настало новое время время пришло царство божье близко или приблизилось иногда он говорил что исполнился срок вот как мы сейчас процитировали и в других случаях а он выражал ту же самую мысль немножко иначе например такими словами до времени йоханана были тара и пророки отныне произглашается добрая весть о божьем царстве но суть всего этого одна и та же абсолютно то есть настало то самое последнее время о котором говорили предвещали пророки танаха мессия пришел настала новая эра мессианская эра это эра духа который теперь как пророчествовал йоэль излит уже не на отдельных евреев а на весь мессианский израиль то есть на всех евреев которые верят в то что еще является мессии израиля дух тот же самый что был раньше но времена другие тот же дух который говорил раньше через пророков танаха теперь доступен каждому кто верит в мессию еще в этом и заключается принципиально новый момент связанный сошествием святого духа в день праздником шивот в тот год и более того новизна его не только в доступности духа каждому верующему вишу но также и в том что теперь дух не просто почивает на человеке как это было в танахе но обитает внутри человека пророк ехескель или языкиль в русской библии говорил об этом такими словами вложу внутрь вас дух мой следующие его слова и сделаю то что вы будете ходить в заповедях моих мне кажется не нужно быть великим учителем торы или великим богословом чтобы понять что то что если господь говорит в одном и том же стихе эти две вещи то с большой вероятностью а первое необходимо для того чтобы работала вторая то есть для того чтобы израиль мог жить по заповедям в той мере в которой это в принципе возможно то есть по максимуму сам господь бог должен предварительно вложить в нас его дух и соответственно и свидетельство израиля о боге то собственно с чего мы начали нашу программу и что является сегодняшней нашей темой свидетельство израиля о боге с наступлением вот этого последнего времени тоже претерпела некоторые виды изменения а бог только что совершил нечто совершенно новое и совершенно неслыханное доселе вторжение в нашу обычную жизнь то есть он послал израиля мессию этот мессия умер за наши грехи согласно пророчества танаха и затем бог воскресил его из мертвых также согласно пророчеству причем совсем не так как раньше в за пророки которые были до него воскрешали мертвецов пришло в чем состоит принципиальное отличие воскресения ишуа те воскресшие мертвецы когда которых мы читаем в танахе за исключением может быть там пару человек особенных таких как ильяху пророк или который в огненной колеснице поднялся живым на небо и может быть еще одного человека которым танах упоминает еще раньше в основном те все остальные воскресшие мертвецы рано или поздно в конце концов умирали несмотря на то что пережили такое чудесное событие своей жизни как воскресение из мертвых однако ишуа в отличие от них воскрес в своем прославленном теле которое уже было не подвластно смерти оно было нетленно это было абсолютно то же самое тело которое римляне пригвоздили к кресту но это было виды несколько измененное трансформированное тело не подвластной смерти и апостолы говорили о том что они видели это своими собственными глазами они видели его воскресшего он говорили они явился нам живым не единожды но он делает на протяжении 40 дней сначала мы не поверили тем людям которым он явился раньше нас но потом он явился нам самим это был не признак это был он сам мы видели раны на его в его руках раны от гвоздей руках в ногах рану в боку от римского компья и он ел вместе с нами он пил вместе с нами говорил с нами мы были не обкуренные совершенно трезвые он являлся не только нам говорили они он являлся еще многим людям своим ученикам в общей сложности это было до 500 человек об этом нам пишет раф шауль павел в общем вы можете сами примерно к этому сводилось их свидетельство можете сами убедиться в том что нам все это не примерещилось что мы говорим правду что мы не сговорились между собой наступили последние времена говорили эти свидетели воскресшего ешуа те самые времена которых предвещали пророки тот самый единый бог свидетелем которого наш народ был и есть и будет дальше он воскресил из мертвых своего сына мессию ешуа и сегодня этот ешуа во исполнении пророчеств танаха излил обещанного нам с вами духа божьего руха кодыш на иврите он излил его на нас тех кто верит в него и этот дар принадлежит соответственно и вам если вы раскаетесь в своих грехах и доверите свою жизнь мессии ешуа как своему царю как своему господу вот это мой вольный парафраз слов шимона кефе или апостола петра который он произнес день праздника живот в иерусалиме после сошествия духа однако нам с вами осталось выяснить еще одну важную вещь причем тут сила ведь ешуа наверняка не случайно сказал вот эти слова вы примете силу когда сойдет на вас дух святой в этом наша следующая программа спасибо шалом мессианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о мессианстве и шо а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w.oasis.defis.media.tv